Окружной Дом Народного Творчества уже завтра, 1 февраля, открывает прием заявок для участия в межрегиональном фестивале фольклорных коллективов «Русь». В студии заместитель директора Окружного Дома Народного Творчества по художественно-творческой деятельности. Все мы ее знаем. Мария Клешнина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, к Руси мы вернемся чуть позже, а пока давайте поговорим о мероприятиях, которые запланированы. Их огромное количество. Так, это 2024 год. 2024 год в Окружном Доме Народного Творчества обещает быть очень насыщенным, ярким и интересным. Это проекты, начиная от экспедиций, курсов повышения, квалификаций методических дней до мероприятий различного уровня регионального, всероссийского, международного. И вот позвольте, пользуясь возможностью, выразить слова благодарности Департаменту культуры в лице Маргариты Сергеевны Козловой за возможность провести, и за поддержку, и помощь, и провести многие проекты, любимые югорчанами, в очном формате. Все уже, да? Открыли сочные двери. Хорошо. Да, это замечательно. Этим, конечно, этот год для нас отличительен. Ну и действительно, 1 февраля стартует большой пул проектов различного уровня. И позвольте, некоторые я сейчас назову. Это и Международный фестиваль культуры финогорских народов, живущие по солнцу, межрегиональный конкурс «Пасхальная традиция», окружной конкурс, любимый многими детского рисунка «Радуга Югры», окружной фестиваль, конкурс «Пой с Югрой». Ну и, конечно, любимый многими проект, это Международный фестиваль национальных культур «Возьмемся за руки, друзья!» За руки, друзья! Аж от зубов отлетает. Да, фестиваль действительно известный, собирает традиционно более 60 субъектов, участников проекта. Поэтому, конечно, такой большой спектр дистанционных мероприятий, вот я сейчас его назвала, да? И, конечно, хотелось бы перейти уже, может быть, к проектам, которые мы проведем. К тому проекту. К тому, где мы с вами родились и живем. Давайте поговорим про Русь. Давайте. Это замечательный фестиваль, который, конечно, несмотря на то, что в этом году очно состоится гала-концерт в городе Ханты-Мансийске, сразу так предвещая наши номинации, скажу, да, что это будет большой праздник 25 мая. Я сегодня уже всех приглашаю. Парк Бориса Лосева. Мы с вами вместе будем водить хороводы, поедим кашу из топора. Так, все хорошо. И, конечно же, закончим наш большой праздник народной дискотекой. Будет приглашенный коллектив, который споет для нас, а мы вместе с вами станцуем. Конечно же, но уже 1 февраля можно уже подавать заявки на сайт окружного дома народного творчества. Конечно, заявки в дистанционной форме подаются. Это различные номинации, и тем этот фестиваль хорош. Это номинации и аутентичный фольклор, который сегодня есть и сохраняется у нас в округе и в России. Также это стилизованный фольклор, инструментальное исполнительство, обряды, игры, хороводы. Поэтому вот где пригодится твоя свистулька, Ален. Все, нарус. Хорошо. Хорошо. Но мы не можем обойти вниманием и еще один очень важный праздник и для народов Ханты и Манси. И опять же, тот праздник, который ознаменовывает весну, Вороний день. Самое главное, да? Да, что здесь. И он же практически скоро уже, можно сказать. До весны 29 дней. 29 дней, прекрасно. И поэтому мы сегодня уже говорим о том, что этот праздник тоже будет. Этот будет праздник. И тоже в парке Бориса Лосева. Это любимая локация, которую коренные жители оценили. Давно она полюбилась нам. И мы вот вновь возвращаемся в нее. И тем интересен будет этот праздник, что, конечно, мы вновь увидим лучшие костюмы Вороны. То есть без костюмов никуда не обойдется. Да, конкурс будет заявлен. Начинается уже, стартует тоже у нас с 1 февраля. Мы увидим лучшие костюмы Вороны. Мы с вами увидим лучшие фольклорные коллективы обско-угорской культуры. Ну и, конечно, мы с вами еще и познакомимся с новым конкурсом. Это конкурс выставочных экспозиций. Так, что это? Ведь мы знаем, что у нас год семьи с вами. Конечно. А вот это как раз выставочные экспозиции, посвященные истокам. Семейные истоки. Так называется этот конкурс. Выставок все 22 муниципальных образования, мы полагаем, будет у нас в Ханты-Мансийске, в парке Бориса Лосева. Мы с вами, зрители, будем выбирать победителя. И, конечно же, главный приз достанется лучшей экспозиции, которую мы выберем. А там тоже все должны быть в образе ворон. Деньжи Вороней. Алло, вот там и пригодится твоя свистулька. Огромное количество мероприятий. Следите внимательно за социальными сетями Кружного дома народного творчества. Подавайте заявки и, конечно же, участвуйте. Маша, спасибо огромное. Спасибо большое. Ждем в гости, ждем в гости. Обязательно. По каждому мероприятию более подробно мы поговорим. Доброго, бодрого утра. Желаем у тебя с гостями. Прощаемся. С вами живемца 2-2,5 окруженных минут. Дождитесь. С вами был Игорь Негода.